Ты что, беременна? Делаю я тест и вижу что-то странное. Меня будет каждый день тошнить и рвать, я вообще ничего не захочу делать. Мы же едем без подарков друг к другу. Моя голова это орех, и ее вот так раскалывают на две части. Немножко он, конечно, обозлился. Старшая сестра. То есть родится маленький рак. Чем поздравляете, я не могу понять. А я креточку обожаю, это же моя душа. Платья вот такие вот цветные. Кровь при беременности, что-то происходит не так. Если это еще раз повторяется, какого хрена просто? Возвращаются влоги Сашки-беременяшки! Приветики! Как вообще всегда приветствовать в начале видео, когда по названию, по обложке все понятно? Хочу сказать, чтобы вы запаслись чаечком. Литром, наверное, потому что рассказывать я буду долго. Я почувствовала готовность поделиться этой чудесной для нашей семьи новостью. Подсветить какие-то вопросы в этой теме. О том, планировали ли мы, как планировали. О том, как я рассказала Денису, как мы рассказали Еве, как мы рассказали родителям. Были ли какие-то сложности вообще? Что было последние три месяца? Что происходило последние три месяца? Как я себя чувствовала? Чувствую. В общем, новая глава жизни. И вот такое видео под Новый год. Я сегодня была на скрининге на самом первом... Да, давайте поговорим. Это, ну что, блин, не делается погромче почему-то. Это очень смешно. Мы поздравляем вас с Новым годом! И дарим возможность вылечить один зуб бесплатно! Спасибо! Сегодня я была на скрининге буквально три часа назад. И для меня этот скрининг, это первый скрининг, который проходит в первом триместре. По сути, этим скринингом ты завершаешь первый триместр. Он всегда такой самый важный и самый, ну, не знаю, ответственный. С одной стороны, тебе внутри немного тревожно за то, что все там какие-то пороки определяются вот на этом сроке. То, как он развивается. Там две ручки, все ли пальчики. В общем, все вот эти вот подробности. Я решила, что для меня это будет такой вот точкой, когда я смогу поделиться уже со своей аудиторией. Конечно, потому что вы уже, мне кажется, каким-то чувством шестым, седьмым, восьмым вы чувствуете все. И уже столько вопросов. Хотя, как по мне, я это визуально не особо выдавала. Хотя живот уже как будто вырос нормально так. С Евой так не было. В общем, сегодня поговорим о многом. Давайте по порядку. Несмотря на то, что я, конечно, вам еще не давала задавать вопросы, потому что вы еще не знаете об этой новости. Я их для себя определила сама. Вообще, как вы знаете, в моих планах было закончить ГВ с Евой. Да, вернемся на год назад. Мы закончили с ней ГВ в 2,5 года. И для меня это была готовность для моего организма и для моего сознания. Готовность к еще одному малышу. На самом деле, у меня довольно-таки особенный организм. Или нет, я не знаю. Потому что у многих, у большинства, у кого я спрашиваю, не так. Но это тоже в порядке нормы, что у меня не было цикла на протяжении всего грудного вскармливания. У кого-то цикл возвращается уже на третий месяц. И они такие, ты что, ведьма? Почему у меня целых 2,5 года его не было? Но, с другой стороны, это объясняется абсолютно естественными процессами в организме. И для меня это было классным совпадением, да, с моим организмом. Он все это время так или иначе бы и не был готов к вынашиванию. Как раз мы закончили ГВ. У меня вот так восстановился мой цикл. За недели две и сразу же он как по часам. И именно тогда мы забеременели практически сразу же. Мы? Добрый день, Денис тоже. Я забеременела вторым малышом. Как вы знаете, у нас случился выкидыш, у нас случилась замершая беременность в феврале этого года. Обалдеть, этот год, он как будто вечный. Надо сказать, что мой организм очень быстро восстановился. Может быть, потому что у меня вышло все само и в целом разрешилось все довольно-таки естественным путем. Вы можете посмотреть отдельное видео о замершей беременности у меня на канале. Я снимала об этом очень длинное видео. Психологически я восстановилась в течение месяцев-двух. Так, чтобы я была готова к еще одной беременности, мне хотелось еще месяца-два точно переждать. Кстати говоря, никто об этом не знает, но мне кажется, классно сейчас было бы об этом сказать очень в тему, что у меня с беременности с Евой образовался полип на шейке матки вроде бы, да? Это частая такая история, когда во время беременности образуется полип, и он может вместе с родами выйти, он может позже уйти. И в этом ничего страшного нет, если вы за ним периодически следите, смотрите, не растет ли он, что-то там не происходит ли. Это не требовало никаких вмешательств в организм. Но суть в том, что с родами с Евой он не ушел, и он у меня остался. Мы за ним следили, и вот как раз-таки второй малыш послужил такую вот службу моему организму, он меня избавил от этого полипа. И на тот момент, это было летом уже этого года, вы помните, что я ударилась в йогу, что мне вообще захотелось очень сильно уйти в развитие себя, в самопознание, и у меня было так много энергии. Я просто отпустила эту мысль с следующей беременностью, то есть придет, когда придет. Врач снова дала нам год для такой здоровой беременности, для естественного. Вообще, чтобы мы просто не парились, ничего там не выслеживали, ничего специально не делали. И если в течение года бы не получилось, то, может быть, уже потом мы бы, видимо, как-то начали, может быть, отслеживать цикл или что-то еще. Но помимо этого, конечно, я сдавала все свои анализы просто на кровь, на гормоны, на щитовидную железу. То есть в целом я подготовилась к третьей беременности, и она у нас наступила в Турции. В Турции где-то в середине октября. И, знаете, это еще удивительно так, что когда я занималась, я же очень активно начала заниматься йогой с самой весны, и все лето я активно занималась йогой. Каждый раз, когда я ходила к своему йога-тичеру, на практику очередную, я говорила, Настя, сейчас у меня такая-то фаза цикла, а в определенные даты цикла, например, когда овуляция, и я хочу зачатие, то есть я хочу забеременеть, в идеале исключить какие-то положения очень скручивающие живот, очень сильно напрягающие живот, то есть в целом, как будто ты наполовину беременна, вести себя так желательно, просто чтобы малыш лучше закрепился, плод лучше закрепился. И каждый раз я об этом ей говорила, говорила, и каждый раз все равно наступали еще одни месячные. И когда мы улетели в Турцию, и я там снимала, как вы помните, йога-ретрит, а это ежедневные практики, самые разные, самые тугие скрутки, и чатуранги, и, ну, чатуранга, это, по сути, ты отжимаешься постоянно, то есть напряжение на живот вообще максимально. Как вы помните, с беременностью с Евой у меня было то же самое. Она была на второй неделе, третьей неделе, ну, короче, она была супер-мини, даже не эмбрион еще. Я каталась на самых страшных своих адреналиновых горках. Мы делали очень много перелетов. Я поняла еще раз, что когда малыш хочет закрепиться, когда он может и должен закрепиться, он закрепится. И плавно мы переходим как раз к вопросу, как я узнала. Мы вернулись из Турции, и в первый же вечер, у меня еще не должны были начаться месячные, еще должно было дней пять до моего дня, а у меня месячные всегда как по часам. То есть я точно знаю, у меня нет даже шанса, что на два дня, на три дня какой-то будет задержка или что-то еще. Но тут мне захотелось сделать тест раньше. Я прям помню этот момент. Мы только прилетели, это был вечер, и Денис сразу же уехал, нас здесь встретил его друг, он сразу же с ним уехал в кофейню, соскучился, все равно долго не видел. Я тут такая спокойненькая, Еву уложила спать, начала разбирать чемоданы. Ну, в общем, такое, знаете, приятное возвращение домой, когда здесь все очень такое свое, родное. И вот я решаю делать тест. Я это записала на видео, благо это было тоже очень интересно и по-особенному, потому что у меня был очень маленький срок. То есть на тот момент это вот буквально две недели что ли было. И на этом сроке может вообще даже не показать вторую полоску. У меня на тесте было написано результат за два дня до задержки. А задержка это уже, это уже тогда, когда месячные должны были наступить и не наступили. То есть у меня вообще было за шесть дней, можно сказать, тогда до задержки. Делаю я тест и вижу что-то странное. Я вижу что-то неточное. Не понимаю, потому что есть одна полоска, она активная, но я уже прям подумала, одна полоска, окей. А потом я присмотрелась, и там была такая бледная вторая полосочка, что я впервые решила посмотреть на саму упаковку теста, как вообще выполняется. Суть в том, что там было написано отложите на три минуты. Я никогда не ждала три минуты вообще в жизни, то есть у меня сразу такая понятно, все пока. А тут отложите на три минуты, но не более десяти минут дайте тесту полежать. Я такая, окей. Потому что что-то было неявное, непонятное. Я положила тест, пошла сюда разбирать чемоданы, потихонечку что-то тут настраивать свой быт-уют. Возвращаюсь через три минуты и вижу уже более явную, более четкую вторую полоску. И все, в моей голове просто кто, что, когда это было. Скоро ретрит начинается. Чтобы вы понимали, я приехала, прилетела, я вообще не заложила время на то, чтобы хоть немножко войти в колею. Ну, типа ты из Турции прилетел. У нас была очень сложная пересадка в Москве, потому что нам задержали рейс. В итоге мы ночевали в Москве. На очень неудобном другом рейсе летели до Яката. И все было так немножко стрессово. Но тут я понимала, что меня ждет работа. Меня ждет работа по ретриту. У меня через вот-вот через сколько там дней, неделя, не помню, начинался ретрит. Это еще больше работы. Я понимаю, боже мой. А если у меня сейчас будет токсикоз? Меня будет каждый день тошнить, рвать? Я вообще ничего не захочу делать. Вот эти вот миллион мыслей, конечно, в голове. Я такая села, успокоилась. Сразу почувствовала, что это мальчик. Я не знаю почему. Я до сих пор не знаю, как бы пол. Понятное дело, нам без разницы. Что Денису, что мне. Лишь бы здоровый, просто лишь бы все хорошо прошло. И давайте ко второму вопросу, как я рассказала Денису. Здесь, конечно, такой фейл. Денис немножко до сих пор, мне кажется, в обиде на меня, потому что я решила, девочки, дождаться нашей годовщины, чтобы рассказать ему. А это, чтобы вы понимали еще три недели. Объясню, какая была моя логика? Если честно, опыт замерзшей беременности, конечно, на меня повлиял. И первое, что я испытала, помимо там счастья, радости и вообще я беременна, это сразу же эмоция так. Давай-ка мы не будем раздувать эту сейчас радость, жить ею, планировать что-то, сразу как-то вот себе там строить замки, потому что эти замки могут разрушиться, тебе будет больно и плохо. И это я не к тому, что давай теперь не радоваться и забудем, что я беременна, нет. Просто это как бы не раздувать сильно и дождаться первого УЗИ, когда слышно сердечко. Для меня это важно было, самое важное услышать, что есть сердечко, что все хорошо. Ну и плюс, тут была дата такая рядом, близко. Ну как рядом, 23 ноября. Получается, я узнала первого, а он 23-го. И так получилось, что до него узнала несколько людей. И это, мне кажется, самое обидное для него. Почему узнали-то? Это было важно мне, для процесса. Я хожу на йогу, как я могу не сказать своему йога-тичеру? И так получилось, что она самая первая узнала, потому что вот я на следующий день уже пошла на йогу, как мы прилетели. И, конечно, я обязана сказать, это же в моих интересах, это мое здоровье. Потом я сказала, Маша, это моя продюсер по ретриту, она моя правая-левая рука. И, конечно, я должна была тоже ей об этом сказать, потому что я не знала, что со мной будет в ближайший месяц, в плане, какое у меня будет состояние. С Евой, как вы помните, у меня токсикоза не было, но я очень много хотела спать. Она сказала, конечно, все по силам, самое главное, твое здоровье, самое главное, чтобы все сейчас было хорошо с малышом, с тобой. Поэтому Денису я сказала, да, 23 ноября, когда я уже сама сходила на УЗИ на 7-8 недельке, услышала сердечко, прослезилась, конечно же, потому что, ну, это всегда так трогательно. Я решила сделать Денису такой подарок. Всегда мечтала это сделать, на самом деле. Но это не так просто, как кажется. Засунуть, короче, тест, и вот этот снимок УЗИ, самый первый, где вообще ничего еще не понятно, там такое желтое тело небольшое, ни личика, ничего не видно, засунуть его в киндер-сюрприз. И киндер-сюрприз купить большой, ну, такое там яйцо остро-усиное типа. Его нужно было дома очень аккуратно разрезать, игрушку убрать, положить туда тест и УЗИ. И взять, внимание, раскаленный нож, и этим ножом пройтись по краям яйца, чтобы шоколад чуть-чуть растаял, и потом соединить обе половинки друг с другом, и получится яйцо. Звучит оптимистично, хорошо, радостно, но по факту, конечно же, ничего у меня нормально не соединялось, там где-то разошлось, так что шоколад уже затвердел, и вообще сам этот шоколад был очень каким-то твердым. Я боялась, что будет очень понятно и очень палевно, что Денис эту бумажку расстегивает, все это фантик убирает, и просто яйцо разваливается. По факту, так и произошло, но он не догадался, правда не догадался, то есть для него это было не очевидно. Но самое интересное, что когда мы уже ехали на празднование нашей годовщины, а мы ехали в домик за город, и Денис такой внезапно, мы же едем без подарков друг к другу, наше времяпрепровождение это же и есть подарок. Я такая, да, у меня тебе буквально маленький подарок. Он такой, ну хорошо, у меня тебе тоже. И в этот момент, мы когда ехали в машине, он такой на меня смотрит, такой говорит, что у тебя тут такое? У меня как будто на губе что-то там застряло или что? Короче, конечно, я потянулась к зеркалу. Я вот так вот опускаю зеркало, и на меня сыплются розовые лепестки, лепестки роз. Это был его план, на самом деле у меня ничего не было на губе. Вот это был его мини-подарок. Я говорю, вот у меня примерно такой же. И он такой говорит, что, киндер-сюрприз что ли? Как? Вот говорить нет сейчас вообще как бы уже нелогично, потому что это да. Но окей, мы приезжаем на место, мы ужинаем, хорошо сидим, я дарю ему подарочек, ставлю камеру. Но он уже привык к тому, что я всегда ставлю камеру, что это для влога, для сториз, для чего-то там, поэтому он не заподозрил. Мне в этом плане удобно. И вот он открывает киндер-сюрприз, еще такой говорит, но самое главное, это всегда игрушка. Я такая, ну да-да-да. Самое главное, это игрушка. Ты вправ? Я уже-то проходил, не такой тупой. Ты расскажешь, о Мексике ничего не понял? Да? Ну смотри, Футик, там уже все, он упал. Немножко он, конечно, опозлился, сказал в следующий раз, чтобы я узнал самым первым после тебя, в этот же день, желательно, мне не нужны никакие сюрпризы, я просто хочу знать. Но на самом деле, за вот этот период, до 23 ноября, был всего один раз, когда я уже думала, что я скажу, у меня сильно разболелась голова. Я утром проснулась, все было нормально, пошла готовить блинчики Еве, и я вот делаю тесто, делаю один блинчик, и чувствую, что голова начинает болеть, и она, эта головная боль все усиливается и усиливается, это что-то просто ужасное, как будто моя голова это орех, и ее вот так раскалывают на две части. У меня было такое ощущение, и я просто молча кладу эту поварешку, говорю, жарь до конца сам. Я даже не смогла нормально, адекватно просто сказать, типа, ой, у меня голова болит, что-то еще, я просто ушла обратно в спальню, закрыла шторы, мне хотелось темноту, тишину, и просто вот так держаться за голову, и меня сильно тошнить начало. Я вот тогда думала, что-то палевно как бы начинается, но Денис еще не догадался, ни о чем, он просто сказал, голова болит, наверное, ты очень много работаешь, хватит монтировать, хватит. Я пишу маме, мам, у меня очень сильно болит голова, меня немного подташнивает, я легла обратно спать, пожалуйста, если ты можешь, приди, побудь с Евой, потому что у Дениса на сегодня были какие-то планы, я чувствовала, что я не вывезу, это были выходные, чтобы она меня сменила, и мне очень сильно захотелось спать, то есть я только что проснулась, и опять захотела спать. И я просыпаюсь через буквально полтора-два часа с чистейшей головой, без ощущения тошноты, там вообще все хорошо, и слева от меня на тумбочке лежат нарезанные грибфруты, апельсины. Мама всего нарезала, у нее просто, когда голова болит, она всегда хочет кислое. Господи, я чуть не расплакалась, это было лучшее, что можно было представить, у нас просто дома всего этого не было, то есть я знала, что она по пути к нам купила, мне все это помыло, порезало, я все это впитала просто вот так вот, очень хотелось именно вот этого. Мама села, как всегда, мама у меня все чувствует, она села и такая, ты что беременна? И я такая, да мама, ты что, просто голова болит. И я сказала, ни да, ни нет, потому что как бы врать не хочется, но хочется нормально сказать, а и маме я хотела сказать после Дениса, чтобы она не проговорилась. Был очень сложный план в моей голове, я почти лопалась от информации и эмоций. Но больше такого у меня не повторялось, это сразу к слову о токсикозе, я немножко прыгаю с темы на темы, но так получается. Так, всю беременность, дальше я хотела есть апельсины, очень часто. Как мы рассказали Еве, у меня не было особого плана, прям садиться, там делать какой-то разговор, мне хотелось, чтобы было все на лайте, и вот когда подошел такой момент чисто бытовой, это вот легко так сложилось, она вылазила из ванны, там есть такая у нее ступенечка, для того, чтобы спуститься самой, но иногда она любит, когда ты ее вот так окутываешь полотенчиком, и как будто как лялечку берешь на рубочки, мы с ней там танцуем. Раньше я так постоянно делала, потому что, потому что могла, сейчас я тяжелая, разумеется, не хочу сильно поднимать. Она говорит, я хочу, чтобы ты меня подняла, я говорю, девочка, я не могу поднимать тяжелая, я говорю, потому что у меня в животике малыш, и внимание, она кладет ручку свою мне на животик, и такая смотрит в глазки, и говорит, у тебя там малыш? Это было совершенно вот что-то другое в таком вопросе, знаете, оно не сравнится, вот как ей было бы там три или два с половиной года, когда просто такой ответку ты получил, малыш, ага, окей, ладно, идем дальше, тут она все поняла, и она это приняла, вот прям, вот прям прочувствовалась, я говорю, а где он, а как он, а что он, и все, с этого дня, каждый день, подробности, ей хочется видеть это приложение, называется беременность плюс, очень удобное, оно по дням, по неделям показывает развитие малыша, и вот когда малышу было буквально 8-9 недель, то есть он вообще выглядел вот таким образом, она все его разглядывала, там всякие факты про него, она говорит, ой, он похож на ящерицу, что у него с глазами, и вот я показывала, как он развивается, что Ева была такой же, и это просто отдельная невероятная тема в нашей жизни началась, кстати, к слову, о половом воспитании, именно в этом вопросе, она говорит, как он вылезет на свет, а как он туда попал, и мы посмотрели фильм про зачатие, очень красивый фильм про оплодотворение, точнее, где там под такую классическую музыку бегут эти стаи сперматозоидов, и вот выходит эта яйцеклетка, точнее, они выходят, они к ней как бы подбегают, реально, такой классный фильм, все вот эти вот подробности, так красиво сняты, после этого фильма, кстати, вам всем советую посмотреть, просто в ютубе, там буквально 8-11 минут где-то, ты начинаешь так ценить свою жизнь, потому что ты видишь, сколько там этих сперматозоидов было, это все люди, это все генетические материалы, это не вы, короче говоря, то есть вы, это тот самый сперматозоид, который самый ушлый, самый быстрый, самый сильный, и он добежал и оплодотворил яйцеклетку, удивительно, и ты такой, боже мой, как все это сложно, сколько клеток, как это все продумано, мы с Евой прям обсуждаем каждый вечер, ей так интересно послушать, потрогать, она говорит, я его так люблю, я его жду, когда он придет к нам, но я сразу ее готовлю, что с ним первое время будет не очень интересно играть, потому что иногда бывает, знаете, готовят старшего ребенка, типа вот у тебя будет братик-сестренка, вы будете играть, а потом рождается кабачок, который ревет, спит, ест, и все на этом, и с ним играть первые там полгода вообще ты не успеваешь даже, он просто такой немножко бодрствует, и потом опять мама его там забирает или что-то еще, вообще интересно очень, конечно, как это все будет, я очень рада, что у нас такая разница в возрасте получилась, я любой была бы рада в возрасте от 3 лет, то есть у них получается будет ровно 4 года и месяц, сейчас ПДР стоит примерно на 7-10 июля, прямо Денису под день рождения, у него 12 июля, то есть родится маленький рак, Ева уверена, что это братик. Как мы рассказали моей маме, мне тоже хотелось это сделать немножко по-особенному, чтобы мы не просто вечером такие за столом, мам, привет, мы купили Еве футболку с надписью старшая сестра, в день матери, у нас день матери 29 ноября, мы купили ей цветы, пришли к ней домой, поздравить, Ева выходит с цветами, дарит маме, мама сначала не замечает футболку, хотя Ева только что была в другой, берет цветы, и потом видит эту футболочку, такая, старшая сестра, такая смотрит на нас, и говорит, я же все знала, я просто ждала, пока ты скажешь, так что вдруг вы ищете какой-то оригинальный способ рассказать своим родственникам, я вот с футболкой такого еще не видела, как по мне, довольно-таки оригинально, можете ее заказать на Азоне, на Вайлборис, и Еве она очень понравилась, потому что я ей объяснила, что это означает, старшая сестра, она такая, я старшая сестра, буду так ходить теперь дома, однажды она у меня чуть в сторис не попала, я ее снимаю, такая, забыла, что она в этой футболке, а я еще с вами не делилась, и я уже потом выставляю, такая, думаю, ой, добрый вечер, я диспетчер, все как бы понятно, и не выставила эту сторис, кстати, моим бабушке и дедушке мы сделали кроссворд, просто из разных слов, которые связывают мое детство, сад, то есть какие-то милые воспоминания, они там отгадывали, и после разгаданных слов у них должна была образоваться понятная фраза, ждите внука, но с пробелами, то есть там было жд, т, и там вн, к, то есть нужно было еще догадаться, и ты вот смотришь на эти буквы, там пропущенные, этот листочек по кругу там, так переносили, такие, кто догадается, тот молчит, и они такие догадываются эту фразу, такие, ааа, поздравляю, поздравляю, дедушка такой смотрит, чем поздравляете, я не могу понять, про токсикоз и самочувствие, я вам в общем и целом уже сказала, благо у меня не было токсикоза, я себя в целом, все это время чувствую одинаково, точно так же, как и до беременности, кроме одного моментика, что иногда мои мысли, связанные с едой, могут привести не к самым приятным эмоциям, то есть такого раньше никогда не было, если я о чем-то сейчас подумаю, например, буду представлять селедку под шубой, я ее сейчас не хочу, например, да, буду представлять селедку под шубой, и развивать вот эту мысль, селедка под шубой, такие-то у нее вкусовые качества, так-то она выглядит, мне может стать как-то неприятно, то есть как будто я ее переела, или как будто я ее однажды отравилась, хотя как бы в другой же день захочу я селедку под шубой, я ее спокойно съем, и как будто у меня более часто появились ощущения, когда я чего-то четко хочу или не хочу, то есть прям есть представление, сегодня, даже если уже приготовлена гречневая каша на всех, а я гречку обожаю, это же моя душа, а мне хочется сейчас рисовую, я не поленюсь и сделаю себе рисовую, но не настолько, конечно, прихоти, что там манго с лососем соединить, все это подробить, и посыпать кинзой сверху, желательно с запахом асфальта, такого нет, и кстати, что я вам говорила про размер животика, пожалуйста, с кема у меня такого не было, сейчас я расслаблюсь, видите, да, уже есть животишка, я уже не могу носить все свои джинсы, я их уже прибрала наверх, в коробке под названием после родов, накупила, кстати, вайлберис, меня просто спасает выручать, что за реклама вайлберис в этом видео, я нашла там такие офигенные костюмы на зиму из футера для беременных, и более того, на будущее даже для кормящих, потому что там есть вот такие вот отстегивающие незаметные молнии, кстати, самые внимательные, у меня в сторис вы уже это заметили, я просто в них хожу, и мне такая девочка пишет, Саша, почему ты носишь костюм для беременных, я просто с Евой так мучилась, правда, искренне мучилась с одеждой, я ничего нормального не находила, мне ничего не нравилось, обычно одежда для беременных выглядит как что-то очень странное, платья такие вот цветные, все какое-то очень не моего стиля, мне хотелось что-то минималистичное, что-то простое, лаконичное, и я нашла и лосины для беременных, чтобы йогой заниматься, чтобы было удобно. Были ли какие-то страхи во время беременности, и какие-то особенные там случаи, Я почему выделила этот вопрос? Потому что они были логичны. Я думала, что у меня проработана тема выкидыша, что в целом я это реально отжила, отпустила. И сейчас я об этом спокойно говорю, я об этом спокойно вспоминаю. У меня не ёкает в сердечке, я безумно благодарна этому опыту. Но отголоски опыта этого все равно присутствуют. В том, что даже сейчас, вот сегодня, идя на скрининг, какая-то во мне была немножко тревожность. Она не такая маниакальная, что я не спала всю ночь, но тем не менее. Как будто, знаете, шансов, что пойдет что-то не так, больше, чем шансов, что пойдет все так. Вот. Вот это странное ощущение с Евой. У меня было все наоборот. Я прям была на 99%, что все хорошо. Настрой у меня был супер. И где-то там я понимала, да, бывают там пороки развития, да, бывают процентные соотношения, есть вероятности. Но давайте, зачем мне это сюда нужно? Я не буду об этом думать. А именно вот мысли о том, что такое может быть, вот в этой беременности у меня присутствуют. Я это, конечно, связываю именно с замерзшей беременностью, хотя логично это не делать этого. И что у нас произошло? Был один опыт, когда у меня брали мазок на онкоцитологию. Как это происходит? Там берут определенную щеточку и соскребают поверхность шейки матки. Это никак не влияет на малыша, на беременность, все окей. Но суть в том, что при этом скребке может потом выделиться кровь. И в течение дня может быть выделение. Могут быть выделения. Но у меня брали такой мазок уже не раз. То есть я на онкоцитологию всегда проверяюсь, там раз в год точно. И каждый раз, когда мне врач говорила, что могут быть выделения, я такая, окей. У меня их никогда не было. Я привыкла своему организму почему-то так вот, ну, доверять, что все повторяется в целом у него. Чтобы все стабильно. И в этот раз я тоже подумала, ну, окей, мне сказали. Я про этот уже мазок даже забыла, что у меня его взяли. Я была уверена, что никаких выделений не будет. Более того, их и не было в течение дня. Запомним этот момент. На следующий день у нас случается... Sorry за интим. У нас возраст 18+. Ну, как бы-то вы уже понимаете, да? Если я говорю о детях, наверное, да. На следующий день случается у нас половой акт. И к вечеру я вижу выделения. Красные выделения. В целом это всегда повод обратиться к врачу. Да, кровь при беременности. Что-то происходит не так. Я на этот мазок даже не думаю. Потому что, ну, реально, я так привыкла, что мне каждый раз говорят про этот мазок, про выделение. И у меня их никогда нет. Более того, это же уже следующий день. Я сразу начала грешить на половой акт. Потому что, по-всякому бывает, иногда в первый триместр действительно запрещают заниматься сексом. Потому что плацента может быть низко закреплена. Какие-то еще там причины могут быть. Но так как мне этого не говорили, я спокойна. Конечно, мы могли бы воздержаться, если нам так сказали бы по показаниям. Но нам сказали, живите как хотите. Все хорошо развивается. Первую секунду, когда я вижу эти выделения, у меня сразу же мозг мой работает. Все хорошо. Сейчас мы найдем объяснение. Сейчас, сейчас, сейчас нам мой мозг придумает. У меня довольно оптимистично настроен действительно мозг. На каждую ж... Я нахожу объяснение, оправдание. Лучший вариант, лучший исход событий. Но тут он не находится просто. У меня, наоборот, еще больше воспоминаний с прошлой беременности. Я сижу на унитазе. Просто смотрю в стену. У меня начинают уйти слезы. Я просто думаю, если это еще раз повторяется, какого хрена просто? Почему, блин, я? Что я делаю не так? То есть, вот эти все вопросы, знаете, когда ты уже начинаешь себя накручивать явно. Я пишу своему гинекологу обо всем. О том, что был мозг. О том, что был половой акт. О том, что я увидела. И о том, что мне тревожно. Она говорит, приходи завтра на УЗИ. То есть, это девятая неделя. По сути, я только недавно делала УЗИ. На седьмой-восьмой. Мы слушали сердечко. А тут девятая-десятая неделя. И мне тревожно. И вот это была очень неспокойная, я бы сказала, адская ночь. Потому что я накрутила себе все, что можно. Я начала зачем-то смотреть свои анализы, которые мне только-только пришли. Чтобы вы понимали, там было все нормально. Но я начала искать подвох в них. Я очень зря, конечно, это делала. Я очень поздно в итоге уснула. Кучу всего надумала. Это еще и был период, когда у меня на следующий, через два дня, был выпускной ретрит. Просто... В этот момент уже девочки некоторые прилетели из других городов. И я понимаю, что вот что, что завтрашний день все решает. Что мы не поставим эту финальную точку выпускного. Или что вообще делать. Потому что на выпускном я девочкам планировала сказать о том, что я беременна. Во-первых, это было уже видно. Некоторые асаны мне нельзя было бы выполнять. И я бы их сопровождала голосом. Если опять прерванная беременность, если с малышом что-то не так, то либо меня куда-то отправляют что-то делать. Либо это как по прошлому моему опыту. Мы будем начинать пить травы. Я буду опять несколько дней ждать. Отменять выпускной. Или на выпускном сказать вот эту вот новость, что ли. И что мы будем все плакать. Денис был, кстати, более спокоен. Он, конечно, немного расстроился. Такой пригрустнел. Притих. Наступает заветное утро. Я вообще бледная. Со мной можно не разговаривать. Я просто иду. Сажусь в этот кабинет. Такая. Смотрим. И благо мы слышим сердечко. И все хорошо. И у меня просто все слезы стресса. Все, что накопилось. Все, что я напридумывала, вышло. Такая вот история произошла. После этого у меня такой глобальный выдох произошел. Сейчас нам предстоит довольно-таки необычный период. Начинается второй триместр. И мы, кажется, на весь этот триместр уезжаем. Я не знаю, где пока я буду проходить там обследование. Тот же скрининг второго триместра. Те же анализы, что-то еще. Но буду обязательно узнавать. Это можно сделать как на Бали, так и вообще в других странах. Пока у нас план уехать минимум на месяц. А дальше будем смотреть. Здесь у меня тоже какой-то тревожности прямо нет. У меня есть уверенность в своем организме. Тем более это второй триместр. Самое благоприятное время для путешествий. Для всего-всего. С точки зрения энергии у меня тоже все вроде как в балансе. Я хорошо себя чувствую. Поэтому новый виток у меня на канале. Возвращаются влоги Сашки-беременяшки. Их не было 4 года. Представьте вообще. Обалдеть. А, и что хотела еще сказать насчет пола. Насчет пола. Мы не успеваем сделать УЗИ. То самое УЗИ на там 16, 17, 20 вообще неделе. В идеале, да, делать на 20 неделе. Когда ты уже точно можешь увидеть пол малыша. Но мне подруга рассказала, что есть такой волшебный тест на кровь. И он на определение Y хромосомы. Он с точностью до 95%. Это обалдеть какая точность. И мы думаем сделать этот тест сейчас до моего вылета. И дать результаты человеку, который придумает нам гендер-пати. Так как у нас гендер-пати будет на Бали. И очень таким нашим просто тайным семейным кругом. Мы с мамой летим. Да, кстати, я вам не говорила. Даже не знаю, хотела бы я собирать огромный народ, чтобы рассказать о поле малыша. Я бы, наверное, хотела сделать это по-семейному. И есть у меня такая идея. Это не моя идея. Тоже подруга поделилась. Делается, короче, коробка. Специально ее можно заказать где-то. И удобно, что ее можно перевезти на Бали. То есть здесь заготовить и там уже это сделать. Получается, ты даешь результаты своего теста людям, которые сделают это. Я не знаю, может это швей какие-то. Потому что из этой коробки достаются ленточки. Они вот так достаются, достаются, достаются. Начинаются они с коротеньких отрезков. Розовый, голубой, розовый, голубой, розовый, голубой. Чем дальше ты достаешь, тем дольше эти отрезки. Вот розовый длинный, голубой длинный, еще розовый длинный. И последний отрезок это и есть твой пол. Нет, это пол малыша. И суть в том, что ты уже вытягиваешь вроде длинную синюю. И ты такой, о, синяя, типа, сейчас уже конец. И начинается снова длинная розовая. И это очень интересно. Это, знаете, такой драйв до конца. Потому что, например, когда ты просто шарик лопаешь, все сразу в секунду становится понятно. Когда ты просто разрезаешь торт, тоже там тык-тык, оп, все понятно. А тут как будто драйв до конца. И ты такой тянешь, 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 смотришь, какой пол. Напишите, как вы думаете, кто у меня там живет. Почему-то мне кажется, что мальчик. Хотя с Евой мне тоже казалось, что мальчик. С наступающим вас Новым годом. Пусть ваши мечты сбываются. Одна из самых заветных мечт на этот год все-таки у меня исполнилась. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok